20 минут о красивой жизни в красивом городе это бьюти тайм на тридцать первом всем здравствуйте спонсор программы профилактическая терапевтическая клиника формула клетка в модных коллекциях присутствует практически каждый сезон а у некоторых дизайнеров она и вовсе является элементом фирменного стиля несколько интересных фактов из истории клетки в нашем сюжете клетка это всегда характер это то что делает образ человека более выразительным в моде прошлых лет клетку часто связывали с деловым костюмом сегодня диапазон дизайнерских идей с ее участием простирается от стрит стайла до вечерней моды клетка всегда вдохновляла дизайнеров в этом сезоне клетка совершенно разнообразная то есть это может быть гленчик там где сочетается два контрастных цвета клетка шахматная доска это контраст клетка блокчик это пересечение черно-белых линий на очень красивом фоне клетка пьедопюль здесь идет игра направлений клетки поэтому он смотрится очень современно клетка buffalo check яркая крупная клетка в модном силуэте будет идеально смотреться это букле созданная переплетением фасонных нитей ленты тесьмы она очень красиво ее хочется разглядывать ну что фактура просто потрясающая родиной многих разновидностей клетки считается шотландия и вся клетчатая мода в основном связана с английской культурой шотландия это место где клетка родилась это национальная гордость вот этот рисунок тартан он переводится как туартан это означает цвет местности именно по цвету местности человек собственно говоря и узнавали раньше люди красили свою одежду тем что было в этой местности это был мог быть торф это была могла бы черника какие-то водоросли да и по этой окраске людей узнавали для того чтобы шить келт требуется как минимум 5 метров ткани келт просто расстилали на полу и в него заматывались катаясь потом нужно было встать застегнуть келт брошкой и потом его можно было использовать также как лет укутываясь и засыпая на нем то есть много много разных функций он выполнял у них была вот это вот своя культура своя одежда эти рисунки они заносили специальные геральдические книги и там написано как какой клан какого цвета у него тартан если мы говорим про тартан цвета royal стюарт то это красный королевский тартан его все узнают это тартан клана стюартов того королевского клана который занимал шотландский престол за свою многовековую историю тартан переживал разные политические события из-за борьбы за британский престол хилты как и все шотландское оказывались под запретом чтобы запретить полностью все поползновения запретили тартаны как национальную одежду шотландцев и запретили гельский язык потому что шотландцы говорят на гельском исторически их сохранилось 11 штук вот после того как их изничтожили а потом когда их стали уже возрождать стали придумывать новые их возрождали и смотрели куски ткани которые остались у портных потому что это было запрещенным материал это была запрещенная материя в 1822 году когда георг четвертый прибыл в эдинбург и сказал что давайте пусть каждый имеет свой тартан пусть каждый носит свой тартан это стало модным веянием и многие английские семьи захотели также иметь себе тартан что касается принцессы дианы то наш производитель лох коронов скотланд вот как раз для нее разработал голубой тартан зарегистрировал его и сейчас серия аксессуаров ткани в том числе производится под именем под брендом тартан принцессы дианы в шотландии до сих пор существуют фабрики которые производят шерсть по старинным традициям такая ткань называется харис твид есть очень много сейчас традиций сохранившиеся когда на острова гибридские шотландских островах продолжают ручное производство твидов тартанов это единственная ткань которая охраняется королевой великобритании и на которые на каждые 50 метров ставится печать что это харис твид у многих современников клетка ассоциируется с борьбой за независимость и бунтарским духом не случайно клетка появилась в качестве официального элемента моды панк а также стала частью субкультуры тэдди бой молодых людей из рабочего класса которые подражали людям из высшего общества свое время лидер панковского движения солист группы секс пистолс мальком макларен вместе со своей подругой вен вест он как раз имел шотландские корни и для него тартан являлся символом свободы независимости протеста и вот на основании вот это вот этой всей идеологии да был выработан панк стиль и сейчас в коллекциях очень многих дизайнеров вот идет именно отсылка к панковскому движению дизайнерский проект маст хэв который проводит дом ткани тесура в минувшем месяце был посвящен клетки участникам предложили представить на суд подписчиков тесура урал модели юбок я приняла участие в качестве исполнителя мило пришла с готовой идеи и в принципе у нас не было полное езды на душе чувства такие когда работаешь с такой тканью просто ну восторг я не знаю очень положительные эмоции но одно удовольствие работать такими материалами то есть я прям получаю от этого нумерального удовлетворения в целом шорт-лист финалистов выглядит так по итогам голосования победительницы признана даша фрунзе она становится претенденткой на путешествие в штаб-квартиру бурда моден в мюнхене розыгрыш будет проходить среди финалистов каждого месяца в конце этого года коллифтинг это мезотерапия без уколов плюс гидротерапия карбокситерапия и криотерапия работает в глубоких слоях кожи увлажняет способствует разглаживанию морщин и выравниванию тона на поверхности методику коллифтинг оценили столичные звезды ощущение что я выспалась на облаке такое легкое такое приятное прохладное прикосновение это прекрасная альтернатива уколом инъекции и это действительно оружие красоты это однократная процедура для красной ковровой дорожки как мы говорим и курсовая процедура для допустим коррекции обезвоженности либо для коррекции морщин да либо для коррекции плохого цвета лица если хотим наблюдать стойкий эффект нужно выполнить курс из 6-8 процедур инновационная методика коллифтинг появилась и в челябинске она представлена в имидж студии елены ивановой это beauty time программа о том что делает нашу жизнь яркой продолжаем выпуск кто бы мог подумать лет 70 назад что эти незатейливые рисунки когда-нибудь окажутся в музее картинки со стен казарм станут картинами художественного жанра пинап возникновение этого стиля часто связывают с периодом второй мировой войны однако историки и искусствоведы говорят что его корни гораздо глубже учитывая что это явление очень такой специфическое необычное то и в истоке можно сказать начинаем исследовать гораздо раньше то еще конец девятнадцатого века когда начинается рост городов урбанизация в америке появляются всевозможные новые здания и поэтому появляются совершенно уникальные новые для того времени журналы для женщин life космополитен и соответственно а в этих уникальных нуждах соответственно художники создают новый образ женщины особенности пинап это естественно наличие сюжета в котором присутствует такая легкая случайная неприкрытость не случайно даже для самой красотки зачастую открытая сексуальность на пиа как бы не приветствовалась несколько позже разве что уже начали художники показывать какие-то в общем-то укромные детали обнажать саму героиню но так вообще это всегда должна была быть какая-то вот такая вот легкая интересная сюжетная линия которая позволяла зрителям самому домыслить в общем это дофантазировать что же там скрывают наряды героини тот момент так вот появляется пинап и конечно это прежде всего такие вот действительно прекрасные уникальные женские образы которые художники могли видеть и вокруг себя это чаще всего в качестве модели были жены и сестры какие-то знакомы этих художников мастеров многих из них было профессиональных в том числе образование пухлые губы тонкая талия и широкие бедра пришлись по нраву молодым мужчинам прообразом девушки американской мечты стала подруга художника чарльза гибсона именно его рисунки первыми обрели популярность именно его женщины стали основоположницами этого стиля хоть они и имели достаточно британские взгляды но в них в их образах присутствовала все таки вот это вот невероятная привлекательность и сексуальность и в общем-то только чуть позже женщины уже начали заявлять более открыто своей сексуальности новый образ прекрасные девушки американцы соответствующие американской мечте поэтому внешне должна была быть идеально стройной прекрасно очень красивой и можно сказать что в принципе фотографий этот момент как бы немножко отходит на второй план так как в иллюстрации но всего этого идеала этой красоты достичь было много раз да легче угасающая в мирное время популярность портретов пинап вновь возникает 60-е правда жанр в этот момент претерпевает изменения женский образ становится более реалистичным талия уже не такая тонкая и не такая пышная грудь сюжетная линия теперь выстраивается вокруг неловкой ситуации так например при виде мужчины героиня теряет нижнее белье на постерах появляются реплики и диалоги игра слов шутливых высказываний усиливает эротический характер картинки сам вот этот прекрасный образ девушки оказался слишком идеальным многие девушки наоборот пытались соответствовать ему там чрезмерно пытались похудеть то есть быть такими же идеальными прекрасные поэтому в какой-то период пинап немножко переходит на другой этап и соответственно появляются более такие комические ироничные сценки где уже фигуры становятся немножко иными другими соответственно и поэтому да нужно было как-то вот от этого отходить ну а после рекламщики начали использовать его понимая вообще в общем-то привлекательность у мужчин да популярность начали его использовать в журналах позже фильмах на вообще не не знаю на рекламах таких в рекламах таких популярных брендов как coca cola и уже больше в 60-е годы он не соответствует своему такому основному основным задачам основному направлению все-таки не показывая до какую-то чрезмерную откровенность и больше как-то заманивать больше как-то иронизировать и действительно больше извлекать человека был пинап и в советском союзе а поскольку секса в той стране официально не было на плакатах изображали отличницу спортсменку комсомолку две идеологии своих работах совместил художник валерий барыкин жанр советский пинап с успехом отражал социалистическую действительность у нас в советское время как такового пинапа конечно не было то есть были совсем другие женские образы верно такие менее ироничные или откровенные все таки у нас была как бы другая натура и другие цели и задачи у художников целом общество женщина советского пинапа это не такая наверное раскованная женщина эта женщина больше выступающая за ну конечно же она выступала за свободу на свобода в получении образования в получении какого-то получение карьеры да в том чтобы это была женщина-мать опять же в общем-то она была более таких скромных настроений поэтому в основном когда уже наверно россия восприняла западно-американский пинап они уже попытались позже как-то на этих основах создать что-то свое поэтому больше наверное все таки мы говорим о 21 веке о сегодняшних днях когда русские художники пытаются ну как-то действительно создать образ современной девушки тоже вот в реалиях это вот американской культуры еще одно знаковое имя в жанре пинап это имя художника джорджа петти именно его работы активно начали публиковать глянцевые журналы художник джилл элфгрен работал в жанре пинап для знаменитой рекламной компании кока-кола своими оригинальными сюжетными линиями стал широко известен художник арт-фрам пинап девушку размера плюс впервые изображает дуэйн байерс художников на самом деле большое количество и художники пинап на самом деле исключительно занимались пинапом и получали за это прекрасные гонорары в общем-то если говорить конкретно о классическом пинапе тридцатых пятидесятых годов годах то это конечно же а художник варгас да которую можем здесь видеть джилл элфгрен работа которые как раз у нас здесь представлены поэтому вот в основном да они работали в таком узкоспециализированном жанре они именно только этим и занимались ну и сейчас как бы есть такие художники которые тоже себя всецело посвящают пинапу ну конечно гораздо меньше уже я пробовала себя в различных иллюстрациях но как таковой пинап не стал моим главным моим главным стилем но опять же настроение пинапа да то есть его идея она безусловно прослеживается в моих картинах насколько вы знаете я пишу любовь и там в общем то без откровенных деталей зачастую никуда в наши дни стилем пинап вдохновляются модельеры фотографы дизайнеры интерьеров и рекламные креаторы и несмотря на то что стилизация пинап отличается от оригинала характер этого легкого жанра востребован и всегда узнаваем вы смотрите бьюти тайм далее выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба черный с белым в этом сезоне выступают в качестве классического сочетания а не как модный тренд а это значит что акцент будет на форму если она строгая то обязательно получится что-нибудь в деловом стиле если костюмные брюки заменить на кожаные блузу на футболку в образе появятся жесткие байкерские элементы смягчить которые поможет объемный свитер но вернемся к деловому стилю его атрибутом по прежнему является белая рубашка придать образу современное звучание помогут спортивные элементы так например юбку из мягкого трикотажа дизайнеры декорировали лампасом все вместе это смотрится и строго и торжественно и динамично и вместе с тем женственно а чтобы стиль casual не выглядел уж слишком обыденно джинсы с футболкой можно заменить на юбку и топ с длинным рукавом который стилисты чаще называют лонгслив и какими бы не были цвета сезона в черно-белых сочетаниях по прежнему большое количество вариантов комбинаций и каждый раз они выглядят по-разному уникальное украшение только из натуральных камней регулярное обновление ассортимента ювелирный бутик частная коллекция нашим покупателям дарим сертификаты в ресторан билеты в театры челябинска и екатеринбурга да и обратите внимание на картины они тоже продаются самые актуальные модные тренды в вашем повседневном гардеробе магазин стрит кутюх на sony кривой 30 и пушкина 65 меди арт утонченная классика меди арт безупречный силуэт женственность главный модный тренд меди арт это платье вашей мечты меди арт гарантия восторженных взглядов еще больше сюжетов о красивых событий на нашем youtube канале в инстаграм и контакте ищите по хэштегу beauty time нижнее подчеркивание тв а на этом выпуск завершен до встречи наши стильные партнеры имидж студия елены ивановой ателье модный дом я а Продолжение следует...